Он из тех, за кем охотятся западные разведки. Кто не раз рисковал, выполняя приказ. Для него каждое расследование – поиск ключа к тайнам мировой истории. Порой не хватает всего лишь какой-то детали, элемента, чтобы найти ответы и сложить все пазлы. Секретные материалы с Андреем Луговым. Очень многие на Западе считают, что в обострившемся в последние годы противостоянии России с ведущими мировыми державами и ее переориентации на Восток, виновно ее нынешнее руководство. Но оказывается, и полтора столетия назад происходило почти то же самое. Также, опасаясь расширения российского влияния, нас вытесняли из Европы, применяли санкции и разжигали конфликты близ наших границ. А когда Россия обращала свой взор на Восток, делали все, чтобы не дать ей найти там союзников и расширить влияние в Азии. Одна лишь разница – в то время миром правили не Соединенные Штаты, а Великобритания. Овладев Индией, она стремилась взять под свой контроль всю Азию. Россия, разумеется, не могла этого допустить. Это геополитическое столкновение двух империй вошло в историю под названием «Большая игра». В конце 19 века в центре этой большой игры оказался спрятанный высоко в горах таинственный Тибет. Все понимали, кто первым доберется до его закрытой столицы Лхасы и установит контакт с Далай-ламой, тот сможет влиять на огромную населенную буддистами территорию от Афганистана до Тихого океана. В августе 1878 года главный штаб русской армии получает неутешительные агентурные донесения из Европы и Азии. Англичане готовятся к вторжению в пределы Тибета со стороны северной индийской границы. Россию такой расклад совсем не устраивал. Военное министерство Российской империи готовит план секретной экспедиции в Тибет. В его детали посвящены единицы. Среди них император, высший член и главного штаба, министр иностранных дел. Честно сказать, я был поражен, узнав, кто именно был одним из ключевых игроков в большой игре. Уверен, удивитесь и вы. Что мы помним со школьной скамьи о Николае Пржевальском? Географ, зоолог, открыл новый вид лошади и все. Вот секретное письмо начальника главного штаба русской императорской армии, руководителю Азиатского департамента Министерства иностранных дел. Датировано 27 ноября 1878 года. Тут прямо говорится об истинных целях тибетской экспедиции полковника Пржевальского. Разведка политического строя и налаживание дипломатических отношений с Далай-Ламой, лидером буддийских народов. Сам Пржевальский в своей служебной секретной записке в главный штаб напишет буквально следующее. Научные исследования экспедиции будут маскировать наши политические цели и отклонят любые подозрения недругов. Так кем же все-таки был Николай Пржевальский? Великим путешественником, ученым-натуралистом или гениальным разведчиком под прикрытием? Давайте разберемся. Смотрите далее. Что искали русские солдаты в Тибете на крыше мира? Конечно, решалась геополитическая задача. Карты, деньги, два ствола. Что мы не знали о Пржевальском? Он не был ни Шулера, у него просто была феноменальная память. Могли ли знаменитого ученого отравить? Последний день-два он почернел, и весь был черный. Весенним днем 1867 года в штаб-квартиру императорского русского географического общества в Санкт-Петербурге вошел очень высокий молодой офицер. У него назначена встреча с вице-председателем общества знаменитым ученым Петром Семеновым Тяньшанским. От этой встречи зависит судьба посетителя. Его зовут Николай Пржевальский. Он просит направить его в экспедицию в глубины Центральной Азии. Он с детства мечтает и готов открыть для России эти неизведанные земли и хоть в одиночку добраться до таинственного Тибета и его столицы Лхасы. У него даже готов план. И еще он окончил Академию Генштаба и читает лекции по географии. Предложение офицера очень заманчиво. Примыкающее к южным рубежам России Центральная Азия это огромное белое пятно на картах мира. Исследование его крайне необходимо не только науке, но и государству. Однако, как доверить столь важную, опасную, затратную экспедицию совершенно неопытному человеку? А что, если для начала он возьмется исследовать присоединенный недавно к России Уссурийский край? Это тоже пока сплошное белое пятно. Это и была и географическая задача и, конечно, разведывательная, вне всяких сомнений. Русское географическое общество выдает ему топографические инструменты и мизерную сумму командировочных. Но средств на закупку оружия и амуниции для экспедиции нет. Молодой, проживальский, азартный, а главное, везучий игрок. Не зря за свои победы за ломберным столом он получил от товарищей прозвище Золотой Фазан. Играет он с умом и осторожностью. Обычно следует двум правилам никогда не иметь при себе больше 500 рублей и всегда после крупного выигрыша выходить из игры. Но в этот раз ему приходится отойти от привычки. Он рискует. На кону все сбережения. И вот удача. Сумма выигрыша составляет невероятные 12 тысяч рублей. На эти деньги можно купить приличное имение под Петербургом. Но не это интересует проживальского. Выигранные деньги пойдут на снаряжение экспедиции. Он не был не Шуллером, у него просто была феноменальная память. То есть он мог прочитать там, не знаю, там главу в книге и потом после этого ее пересказать абсолютно дословно. Ну а что еще нужно в карте? В мае 1867-го Проживальский из Иркутска с одним помощником и несколькими казаками отправляется в поход по Уссурийскому краю. В своем дневнике он напишет. Я еду на Амур, оттуда на реку Уссури, через озеро Ханка и на берега Великого океана, к границам Кореи. Николай Проживальский исследует вошедший в состав Российской империи в 1858 году обширнейший Уссурийский край. Досконально описывает рельеф, климат, животных и растения. Во время экспедиции предпринимает рискованную вылазку за границу. Он направляется в ближайший корейский город Кыгенпу. Этот поступок чуть было не стоил Проживальскому жизни. Корея в то время была столь же закрытой для европейцев, как и Тибет. Николай Михайлович ведь изучал не только природу Уссурийского края, и не только, он же изучал и сопредельную, и китайскую сторону, и взаимоотношения, население, границы. Я думаю, что это была его первая проба, где он себя, кстати, прекрасно показал, и дальше уже пошли более серьезные такие задачи. Проживальский возвращается в Петербург. Составляет полное описание дальневосточных территорий России и наносит на карту область размером больше Британии. Он смог уделить значительное внимание тому, что имело наибольшее военное значение. Путям сообщения, возможностям форсирования рек, глубинам рек, естественно, горным проходам. Смотрите далее. За что автору большой игры отрубили голову? Труп в единственном колодце. И куда исчезла русская экспедиция? За труд путешествия в Уссурийский край он получает серебряную медаль от Русского географического общества и всеобщее признание. А главное – карт-бланш на научную экспедицию в Центральную Азию. Заслуги Николая Михайловича отмечают и в военном ведомстве. Он получает повышение по службе чин штабс-капитана и становится сотрудником военно-ученого комитета главного штаба. Именно этот отдел вплоть до 20 века является одним из ключевых подразделений российской военной разведки и основным игроком в большой игре за Центральную Азию. Программа эта была связана прежде всего с продвижением России вглубь Азии, с вопросами охраны и обороны границ империи. Разведка под видом исследовательских экспедиций – излюбленный метод не только российских военных, но и британских. Добытые разведчиками сведения и точные карты местности становятся бесценным стратегическим преимуществом. Но англичане предпочитают не рисковать, действуют чужими руками. Они используют специально обученных туземных исследователей, так называемых бандитов. Разоблачить их гораздо труднее, чем европейцев. Подразделение возглавляет полковник Чарльз МакГреггер. Его очень беспокоят, как быстро расширяются границы Российской империи. От Индии ее отделяют Афганистан, Монголия, Западный Китай и Тибет. Русский солдат, моющий сапоги в Индийском океане – паранойя, которая преследует западных политиков уже не одно столетие. Вот, к примеру, британский секретный меморандум. Он отоглавлен просто – оборона Индии. В этом документе высокопоставленный английский разведчик и дипломат-полковник Чарльз МакГреггер рассказывает о страшной русской угрозе британским интересам в Центральной Азии. И предлагает избавиться от этой проблемы, от русских. Подходят любые средства. Один из вариантов – расчленить Россию на части. Заметьте, речь идет об императорской России. Никаких коммунистов и идеологического противостояния нет еще и в помине. Меморандум МакГрегора засекречен. Но русский консул в Лондоне добывает один экземпляр и немедленно пересылает его в Петербург. Ценнейшие сведения попадают на стол руководству главного штаба. В Петербурге понимают – это необъявленная война. У Британии было, если мы помним, она вела колониальную политику в Азии, и она уже владела Индией. И вторая попытка – это обязательно приблизиться с востока к границам России, умеет расширение границ России. Еще в 1839-м в столицу Бухарского Эмирата были направлены эмиссары британской разведки. Их цель – склонить Эмира на разрыв отношений с Россией. Они, англичан этих, убрали из русского представительства, посадили в ямы, в глубокие, потом уже после ухода русского посольства обезглавили. По иронии судьбы, один из них, капитан Артур Коннолли, был автором выражения «The Great Game» – «Большая игра». В июле 1870-го года мечта Николая Пржевальского сбылась. Русское географическое общество и военное ведомство решают профинансировать его экспедицию в Центральную Азию. Пржевальский исследует Монголию, западную окраину Китая, затронутую соперничеством двух держав и Северный Тибет. Пока на европейских картах это сплошное белое пятно. В отряде, кроме Пржевальского, всего три человека. Средства выделены символические – 2000 рублей. Экономить приходится буквально на всём. Из дневника Николая Пржевальского. «Жизнь наша была в полном смысле борьба за существование и только сознание научной важности предпринятого дела давало нам энергию и силы для успешного выполнения задачи». У него были ещё письма, которые он отправлял с каждого пункта для правителей, для наших наместников, которые потом поступали в Петербург. Из пограничной кяхты, что в Бурятии, Пржевальский едет в Пекин. Для посещения Тибета нужно получить разрешение китайских властей. Пекин производит на Пржевальского удручающее впечатление. Из дневника Николая Пржевальского. «Я ещё мало познакомился с самим городом, но уже и первого впечатления достаточно, чтобы безошибочно сказать, что это невообразимая мерзость. Грязь его невообразимая, так как жители обыкновенно льют все помои на улицу». Экспедиция отправляется к излучине реки Хуан-Хе. Исследовав её и нанеся на карту, уходит в Олашанскую пустыню. По несколько дней отряд не мог, так сказать, получить в достатке воду. Ему приходилось пить из таких мест. Вот он описывает один из случаев, когда они с трудом прокипитив воду, там, чайников, напоив верблюдов, обнаружили, что там на дне труп человека, там, разлагающийся в колодце. «Есть описание, как они по несколько дней не могли поднять головы, потому что дуло песчаной бурей». Больше года от экспедиции Пржевальского нет никаких вестей. Наконец, в сентябре 1872 года приходит письмо. Пржевальский сообщает, что прошёл Монголию и направляется в Тибет. Но письмо отправлено ещё в январе, 8 месяцев назад. Где же он сейчас? Исследовав территорию Монголии, экспедиция добралась до Калгана, главных ворот в Китай, а оттуда в 1872 году, преодолев горную гряду, в Тибет. Он поднялся на крышу мира. Далхаз и столица Тибета, куда так стремится Пржевальский, оставалось около 700 километров, месяц пути. Но силы и средства уже на исходе. Верблюды пали, заканчивалась провизия, денег нет. Отряд должен был возвращаться, иначе они просто погибнут. Но у них было 100 лан всего, он пишет в своём дневнике. Если бы было 1000, мы бы пришли. Он попал туда только просто, потому что не было денег. Едва живые от истощения и усталости, они возвращаются через центральную часть пустыни Гоби. Как выжили, неизвестно. Одежда, которая на них была уже после нескольких месяцев, она была дырявая настолько, что их встречали, на них были обмотки уже, потому что никакой обуви не было, нигде её приобрести, просто, так сказать, они шли в голых обмотках. В Петербург экспедиция возвращалась с триумфом. Собран богатейший зоологический, ботанический и этнографический материал. На карту нанесено почти 12 тысяч километров неизвестной ранее местности. Учёные всей Европы аплодируют Пржевальскому. На собрании Русского географического общества ему вручают золотую Константиновскую медаль. Вы удивитесь, но именно Пржевальский заложил основы современной военной оперативной разведки. Вот смотрите, эта карта, составленная Пржевальским, по итогам его центрально-азиатских путешествий. На ней отмечены все высоты, рельеф местности, указаны удобные проходы для наших войск в горах и пустынях. Тут и данные о водоёмах. Это особенно важно для кавалерии. А это доклад в главный штаб армии. В нём полковник приводит подробнейшие сведения о характере и особенностях местного населения, его отношении к России. Он даёт ценнейшую информацию о состоянии китайской армии, приводит агентурные сведения о проникновении в регион эмиссаров других европейских держав. Вернувшись в своё имение под Смоленском, Пржевальский занялся разбором своих огромных коллекций. чтобы описать их нужны не месяцы, годы. Он огромный же привозил огромный экспедиционный материал. Был целый железнодорожный вагон. Его до сих пор не разобрали. Не весь экспедиционный материал Николай Михайлович разобран до настоящего времени. Август 1878 года. Большая игра в самом разгаре. Военный министр Дмитрий Милютин предлагает отправить в Лхасу новую экспедицию с разведывательно-дипломатической миссией. Никто так не ставил вопрос, совершите географические открытия. Нет, ставился вопрос в страну с древнейшей цивилизацией, с устройством государственным, которое имеет несколько тысяч лет, прийти с миром и, так сказать, установить дружеские отношения и продолжать сотрудничать, чтобы это был добрый сосед на востоке. Пржевальский знает, установить отношения с Тибетом задача невероятно трудная и опасная. Тибет для чужеземцев закрыт, непрошенных гостей просто могут убить, но он чувствует, пробил его звездный час. У него вновь появился шанс осуществить давнюю мечту добраться до загадочной Лхасы. Получив охранную грамоту на русском и китайском, Николай Михайлович готовится к новому путешествию. Смотрите далее. Загадочные исчезновения русской экспедиции в Тибете. Любимое оружие пионеров Дикого Востока. Уроки геополитики для будущего императора Николая Второго. Для разведчика выбор оружия вопрос жизни и смерти. Вот обычная русская шестилинейная винтовка образца 1856 года. На вооружении до конца 19 века. Ее сложно и долго заряжать, а прицельный огонь можно вести лишь на 300 шагов. Для миссии Жевальского она не подходит. Николай Михайлович знает толк в винтовках. Его интересует надежное, дальнобойное и точное оружие. Оружие, которое не подведет. Поэтому он выбирает лондонский штуцер оружейной мастерской Чарльза Ланкастера. Ну вот, похожее на это. У него превосходные стрелковые характеристики. Жевальский не раз говорил, я уповаю на свое здоровье, на свой штуцер и на пословицу. Не так страшен черт, как его молюют. Со своим любимым оружием путешественник не расставался никогда. Оно не раз спасало его и всю экспедицию. В свою экспедицию Пржевальский всегда тщательно подбирал людей. Это были только военные и казаки, выносливые и храбрые. Женатых не брал. В отряде царила едино начали и очень жесткая дисциплина. Говорили, что Николай Михайлович был просто деспот. Но при этом все отмечали, из самых трудных и опасных экспедиций отряд возвращался, не потеряв ни одного человека. В марте 1879 года с пограничного поста Зайсан, что на юге Алтая, двинулся караван на 35 верблюдах и 5 лошадях. В отряде Пржевальского 13 человек. Уже известным маршрутом пересекает страшную пустыню Гоби, преодолевает Тяньшань. По несколько раз в день Пржевальский проводит метеорологические измерения, которые позволят судить об особенностях климата Центральной Азии. Он собирает все образцы растений, животных и насекомых на восточных окраинах Тибетского Нагорья. Именно здесь Пржевальский открывает новый лошади, еще не описанной наукой. Это открытие станет сенсацией. Ведь этот вид, названный впоследствии лошадью Пржевальского, был прародителем всех азиатских скакунов. Пржевальский решал задачи чисто разведывательные. А то, что он был выдающимся географом, это только еще больше подчеркивает это высочайшее искусство разведки. Экспедиция Пржевальского очень беспокоит англичан. Они сделают все, чтобы он не добрался до Тибета. Это несложно. Здешние территории населены дикими племенами, а китайские чиновники прислушиваются к рекомендациям английских советников. Все феодалы, чиновники, местные жители строго предупреждены проводников русским не давать, никаких сведений не сообщать. Об этих безводных скалистых горах без проводников смерть. Вот это тоже военно-стратегическая вещь. Замерить высоты. Он это сделал. Он дал описание проходимости тех или иных территорий. Сколько тянутся пески, какая ширина рек. Мы это называем военно-географическим описанием. Из путевого дневника Николая Пржевальского. Знай местный люд, что я снимаю на карту их страну, едва ли бы мы могли свободно пройти по густонаселенным местностям. К великому счастью, в течение всех трех лет экспедиции я ни разу не был пойман с поличным. На одном из перевалов Тибетского Нагорья отряд подвергся нападению воинственных тангутов. Из записи Николая Пржевальского. Словно туча неслась на нас эта орда, дикая, кровожадная, а впереди своего бивуака молча с прицеленными винтовками стояла наша маленькая кучка, 14 человек, для которых теперь не было иного исхода, как смерть или победа. В этом бою было убито около 30 человек. Только когда удалось подстрелить предводителя тангутов, те развернулись и исчезли за перевалом. Пржевальский предполагал, что за этим нападением могут стоять британцы. Неожиданно по Европе разносится слух. В горах Тибета пропал путешественник Пржевальский. Британская пресса сообщает о его смерти. Версии разнятся убит воинственными тангутами или погиб от голода. Но кто и зачем распускает эти слухи? В главном штабе русском географическом обществе с тревогой ждут сообщений из Тибета. Судьба экспедиции волнует не только ученых и военных, но и одного юношу в царском селе. Наследника престола 11-летнего Николая Александровича. Молодой цесаревич, как и его отец, страстный поклонник Пржевальского. Перед отъездом в экспедицию императрица Мария Федоровна пригласила известного путешественника к своему сыну. В царском селе Пржевальский рассказывал маленькому Николаю о приключениях и дальних походах, загадочном Востоке и неизведанной Азии. Для мальчика он принес старые карты и путевые альбомы. Цесаревич, затаив дыхание, слушал увлекательные истории об экзотических странах и народах, традициях и обычаях. На прощание наследник престола подарил Николаю Михайловичу подзорную трубу и свою фотографию. Ну вот это собственно семейные реликвии у нас и есть. Вот эта фотография цесаревича Николая и с его братом Георгием. Именно эта фотография, которую цесаревич подарил Николаю Михайловичу. Тем временем экспедиция поднимается на высшее нагорье земного шара Цайдам. Вот он, заоблачный Тибет, колыбель великих рек Янцзы и Хуанхэ. Дорога на Лхасу открыта. До священного города остается каких-то пара недель пути. Британские политики в панике. Необходимо остановить Пржевальского любыми средствами. Ведь если Пржевальский доберется до Далай-Ламы, он может склонить его на сторону России. Если бы эта встреча состоялась, то неизвестно бы еще какая была бы судьба Тибета. Когда до столицы Тибета осталось около 270 километров, на пути экспедиции вдруг появляются посланники Далай-Ламы с отрядом около тысячи бойцов. Они требуют немедленно возвращаться назад. Тибетские чиновники, несмотря на то, что Пржевальского был китайский паспорт, не пустили его в Хасу. Там умер старая Лама и стал молодой Лама пятилетний. И сразу распустили слух, что экспедиция идет, чтобы украсть этого младенца Ламу. И поэтому уже просто сами тибетцы его не пустили. Он не дошел до Алхасы, потому что ему противостояли англичане, которые не хотели, чтобы было сближение Тибета с Россией. Но уже через два года Пржевальский со своими верными спутниками вновь брел посыпучим песком азиатских пустынь, превозмогая жару, бури и сорокоградусные морозы, карабкался по заоблачным вершинам Тибета, исследуя во славу российской науки неизведанную природу Центральной Азии и продвигая на юг влияние России. Все, без исключения страны, географические общества многих европейских стран, признали Пржевальского самым выдающимся путешественникам. Почему? Потому что они понимали, что так детально описать, так открыть для европейского читателя и ученых эти территории еще никто не делал. Император Александр Третий тоже высоко оценивает заслуги Пржевальского перед государством. Все участники последней экспедиции награждены Георгиевскими крестами, а сам Пржевальский удостоился генеральских ипполет и весьма внушительной пенсии. Не пора ли обзавестись генеральшей, шутили знакомые. Неисполнимо отвечал путешественник. У него была одна жена, Центральная Азия, суровая и непостижимая. 1888 год. 15 марта английские войска вторгаются в Секим. Через эти земли проходит важная дорога из Индии в Тибет. Боевые действия заканчиваются вытеснением из Секима вооруженных луками и фитильными ружьями тибетцев. Отныне путь в Лхасу для англичан открыт. Пржевальский вновь отправляется в путь. В этот раз он собирается дойти до столицы Тибета во что бы то ни стало. его отряд состоит из 30 человек отобранные из особо храбрых преданных и стойких солдат. 5 августа 1888 года Николай Михайлович уезжал из родного дома в свою очередную экспедицию. Его постоянный товарищ по походам Всеволод Роборовский вдруг заметил, что глаза друга наполнились слезами. Что это? Может сказывался возраст? Все же скоро уже 50. На этот раз Пржевальский планирует выйти из Каракола. Это городок в горах Тяньшане близ российско-китайской границы. 5 октября 1888 года он отправляется на охоту в окрестностях Каракола. Вернулся довольный. Он подстрелил множество фазанов и необычайно огромного орла. Но местные жители встревожены. Говорят, ученый убил священную птицу. Через 10 дней Николай Михайлович слег. И охотился, жарко было, и он выпил воду из реки. Как-то немножко странно казалось, когда он всех приучал, что ни в коем случае нельзя пить, и вообще было все под запретом. Вдруг он выпил и все. Врачи в Караколе, осмотрев Пржевальского, выносят вердикт. Брюшной тиф. Приходя в чувство, ученый переспрашивает доктора, сколько мне осталось. Смерти я не боюсь, не раз смотрел ей в глаза. Инструкции товарищам только надо дать. Вдруг он поднялся во весь свой огромный рост и оглядел всех. «Мы помогли ему лечь», вспоминал ученик и сподвижник Пржевальского Всеволод Роборовский, «и несколько глубоких сильных вздохов унесли навеки бесценную жизнь человека, который для нас, для отряда, был дороже всех людей». Все рыдали в голос. И как такой опытный и всегда остороженный путешественник смог подхватить Тиф? И почему никто из его спутников не заразился? В отряде предполагали, что в гибели командира виноваты англичане. Соратники Пржевальского пытались отыскать доказательства их причастности, но не нашли. Когда в Петербург приходит печальное для всей России известие о смерти Пржевальского, все-таки нашелся человек, которому оно доставило радость. Это был английский дипломат сэрт Роберт Морьяр. Говорят, что новость о гибели Пржевальского он отметил праздничным банкетом. В Лондоне известие о гибели великого русского путешественника восприняли по-разному. Ученые с нескрываемой скорбью, политики с тайным облегчением. Еще бы ушел из жизни один из проводников восточной политики Российской империи, гениальный разведчик, игравший важнейшую роль в большой игре за Центральную Азию. Азию. всего, изучает и старается установить нормальные добрососедские отношения. Был ли он жертвой этой большой игры? Обстоятельства смерти великого ученого оставили немало загадок, ответов на которые нет по сей день. на мой взгляд, это было безусловно отравление медленно действующим ядом. Последний там день-два он почернел и весь был черный. Таких случаев не припоминать, чтобы это относилось к брюшному тифу. Но если это все-таки было убийство, а не трагическая случайность, то кто приложил руку к гибели великого русского ученого? И кто мог за этим стоять? Это было выгодно и Англии, и Китаю, да и вообще всем врагам России, которые, зная, кто такой Пржевальский, не допустили бы, так сказать, чтобы переговоры с Далай Ламой пошли бы в пользу России. Николая Михайловича похоронили, как он завещал, на берегу озера Иссык-Куль в походной одежде. В том же году Британия, заручившись поддержкой Китая, отправляет в Тибет своих представителей. Но тибетские власти не пожелали открыть ворота британцам. Английская экспедиция возвратилась в Калькутту ни с чем. Летом 1895-го русские военные по проложенным Пржевальским маршрутам достигли Илхасы. Илхасы и встретились с Далай-Ламой. Российская империя и Тибет установили дружественные отношения. В целом для России это была победа. Настоящая победа большой игры. Это признано было англичанами. Жевальский так и не попал в заветную Лхасу. Его остановила смерть. Но именно он первым прорубил окно в самые отдаленные уголки Азии. Только представьте, раньше вся эта громадная территория была белым пятном на карте. Тера инкогнито. А вот карта этого обширнейшего региона, которую составил путешественник. Здесь я вижу пустыни, озера, горы и реки. Невероятно. Но чтобы нанести все это на карту, он прошел шаг за шагом более 30 тысяч километров. Это чуть меньше длины экватора. С начала 19 века Россия стремилась усилить свое влияние в Средней и Центральной Азии. Наладить дружеские отношения с соседними буддийскими народами. Именно благодаря Пржевальскому эта труднейшая задача была выполнена. Продолжение следует...